Привет! Меня зовут Кристина Аева и добро пожаловать на мой канал! Сегодня я расскажу о том, как играть боем на укулеле. Рассмотрим три вида ударов. Вниз, вверх и вниз глушение. Вниз можно играть либо большим пальцем, либо ногтями. Во-первых, он не должен сгибаться или напрягаться. Он немного отведен в сторону и находится в небольшом тонусе. Во-вторых, не надо как-то сильно замахиваться и бить им по струнам. Просто аккуратно, но уверенно проведи вниз. И в-третьих, нужно следить за тем, чтобы звук не рассыпался, а был по длительности равен хлопку. Для этого попробуй провести большим пальцем легко и резко. Заметь, не сильно, а именно резко. С хорошей атакой твой большой палец не будет по пути застревать в струнах. Мне удобнее скользить по струнам вот этой частью, уголком подушечки. Если нужно сыграть ногтями, то следует обратить внимание на то, чтобы рука не скакала туда-сюда. Амплитуда игры должна быть небольшой, а вся работа происходит не за счет движения всей руки, а за счет движения кисти и пальцев. Представь, что твои руки мокрые, а полотенца рядом нет, и ты пытаешься стряхнуть лишние капли. Замах. Руку немного собрали. Удар. Руку раскрыли. В первое время лучше делать все упражнения максимально утрированно, чтобы быстрее заработала мышечная память. Самое главное, чтобы рука была расслаблена. Не сжимай ее и не напрягай. Если нужно уменьшить амплитуду, то можно приклеить руку к корпусу и играть из этого положения. Ладонь параллельно корпусу инструмента, не выгибай запястье. Удар вверх можно играть либо одним указательным пальцем, либо ногтем большого пальца. Стоит следить, чтобы это был именно один палец, потому что если играть вверх еще и остальными, то звук будет рассыпаться. Не нужно вот так поднимать руку. Принцип работы кисти точно такой же, как и при ударе вниз. Мы скорее вращаем ей, а не пытаемся двигать всей рукой. Глушение – это тот же удар вниз, только рука движется по диагонали прямо к корпусу, а струны глушатся. Оно не должно распадаться на два движения. Это неправильно в данном случае. Движение должно быть резким. Следи, чтобы оно не звучало слишком отрывисто или слишком долго. Перейдем к упражнениям. Например, вот такой простой рисунок можно сыграть несколькими способами. Можно сыграть без глушения и выделить первую долю большим пальцем. А можно то же самое сыграть с глушением. Важно следить, чтобы звук большого пальца или глушение не проседал по динамике относительно остальных ударов. Тот же самый ритмический рисунок можно сыграть без использования большого пальца. Либо без глушения. Либо с глушением. Хочешь больше упражнений на ритмику и отработку техники боя? Пиши в комментариях.